сейчас наверное на одну главу только хватит меня 11 вроде боже да что-то текста дохуя в последнее время и возможностей таких осины гнезда сбивать и так далее но не на одну книгу на одну главу в книге так я забыла что мы хотим сделать мог чтобы получить деньги на чем остановились то вчера а мы сюда пришли с филиппом да он пошел по своим делам а я должна забрать денежки у мэг за шерсть до чтобы там короче какая-то тема была что мы продаем всю шерсть которая у нас есть монастырскую и даем деньги филиппу и мы можем строить дальше нихуя не знаешь что вчера чего вчера граф шиллинга послал нас нахуй сказал что не будет больше нас снабжать камушками и древесиной вас уже разъебал чел нет не разъебал он там что-то кричит проповедник все ждут возможности встретиться с графом присутственный день не выглядит уверенным в себе никто не выглядит ребят в чем скажу если бы они не решили титул моего отца я могла бы помочь им конец близок но наш граф поведет нас к спасению неужели тяжелая рука для тяжелого времени вот так и будет вот увидите попрошайка смотря дня до апатичен позже напоминать мне отца я пока не решила кем из этих двоих людей я хочу быть на стриме типа когда я стриму доту можно сзади также вот такой вот балку с петлей повешать и в случае чего двигаться в нужном направлении либо либо вот так сидеть пока не придумала для и пени у меня нету сука так не я знаю что нельзя умирать на время хорошее качество другие торговцы предлагают ткани войлок продается дороже и проще перевозить но валять шерсть тяжело и дорого а вот и мэг и покупатель как раз что у вас случилось она повысила цены правда это место совсем прогнило кругом одни вора если бы мы достигли соглашения на ваших условиях то с тем же успехом могли бы раздавать шерсть бесплатно рада тебя видеть мэг я пришла собрать деньги которые нам удалось выручить к этому моменту простите вы нас прервали а в чем проблема даже вы торговцы превратились в воров как все прогнило в этом городе он заказал вот шерсти несколько недель назад а теперь отказывается платить цену о котором отговаривались по мать и сарказм за то что ты ведешь себя как уебок в большинстве случаев и блять когда я стримил ори ты меня нахуй довел еще в дискорде блять доебался до вини называя это блять ебаным троллингом давайте подумаем чего цены столь высоким в этом году для того чтобы вы могли набить свои карманы вообще-то граф поднял все сборы теперь стало дороже пройти через ворота открыть лавку и получить лицензию торговать возможно но цена вовсе не та о которой мы договаривались у вас есть счетная палочка с суммой сделки вы человек шерифа кто вообще такая женщина я владелец и лавки вот наша половина ли алиена а теперь будете ли вы столь любезно предоставить вашу половину чё блять указать на проблему чё я должна из этого сделать что это такое на нашей половине больше насечек две половины две разные цены конечно добавить насечки на нашу половину было бы гораздо проще ага вы признаете это но область с отсутствующими насечками дольше остальной и права выглядит так как будто что-то было стесано что хотите сказать я мошенник для всех нас настали тяжелые времена я не донесу на вас шерифа этой шерсти все равно недостаточно чтобы сделать ткань на одежду для всех слуг господина не говоря уже обо всех рубашках которые он хочет для себя у того у кого и слуги и кто хочет носить множество рубашек должны найти деньги на покупку столь качественной шерсти как это качественной да но недостаточно высококачественной теперь когда вы упомянули об этом я заметил я не могу заплатить такую сумму за столь плохую шерсть теперь он сомневается в качестве файн хорошо в таком случае я докажу вам качество моей шерсти ну попробуйте где-то такое же было прочная там типа чистая да отменное качество прекрасно достаточно сухая чтобы продавать по полной цене большая часть уже продана а я смог могу поговорить типа или мне нужно просто тыкать в него шерстью сначала вы говорите одно потом другое так вы ведете дела с покупателями эти кого-то чтобы оценить шерсть нихуя себе понял я найду эксперты и докажу это я жду так а кто у нас эксперт очевидно не не попрошайка да у меня чувак рядом с весельницей правильно может до них шерсти доебаться они меня нахуй пошлют скажешь что долбоеб наш почтенный покупатель счел бы их моими сообщниками а проповедника пожалуй стоит поискать приезжего знатока шерсти наш народ плохо в ней разбирается ну вот очевидно приезжий знаток шерсти до чел в синем костюме в лавке напротив зеленом костюме они не активны если что прилавок с тканью можно туда доебаться наверно до шерсти еще пригодится так я же я не продавать хочу может покинуть рынок просто и там поискать кого-нибудь идет идет так пламанские купцы монахи продавец хлеба кузнец девочка несущая мясо очевидный эксперт пошли купцам тогда вы еще не устали от христианского искусства эти печальные лица и тусклые цвета вечно нагоняют на меня тоску как и весь этот город согласен я предпочел бы увидеть роскошные картины прелести жизни простите не могли бы вы поделиться вашим мнением о качестве этой шерсти конечно покажите нам пожалуйста о какая изумительно мягкая и сколь тщательно очищена не следа грязи или жира нить исключительно хороша и цвет ровный и яркий подходит для высококачественной одежды я рада что вы тоже так думаете будете ли вы так добры подтвердить это моему покупателю в случае необходимости конечно просто направьте его к нам со всеми этими налогами сокращающимися рынками я не был уверен что посещение ширинга будет того стоит но ради шерсти такого качества можно смело сказать что да а с монахом а можно со всеми попежу и потом это типа вернуть простите не знаете что-то случилось ширине я знаю что мы пострадали из-за войны на город никогда не выглядел столь мрачным обреченным не знаю мы простые пилигримы в поисках чудес господних и святого способного излечить мою ногу и мои глаза но вы правы похоже в шеринге не осталось чудес мы слышали что граф наказывает людей просто ради своего развлечения я тоже это слышала слепого монаха встречали когда подожди самом начале не помню не хотите лошадиного хлеба а у вас есть только такой только он еще пока не покрылся плесенью вроде бы если будете продавать плесневелый хлеб вашим покупателям может стать плохо и у вас будут неприятности что вы вы человек шерифа не волнуйтесь я не знаю насчет владения лавкой но они как-то связаны и они ведут вместе дела возможно действительно владелец типа да у вас найдется попозже свободное время чтобы поговорить о торговле а леди алиена для вас я всегда найду время слышала что торговля плохо идет только не у меня множество рыцарей нуждаются в моих услугах я бы сказала вы люди очень неплохо прибрались по мне так замечательно что граф смел всех преступников с улиц а те кто жалуется на нехватку денег и на налоги никогда не были ни моими покупателями не друзьями что это у тебя это не на продажу и не для еды не вздумайте украсть уходите а я не хотела тебя пугать он согласится с нами пройти до купцов интересно не скажет пошел нахуй я пошла нахуй я никуда не пойду пусть они приходят сначала вы говорите одно а потом другое я уже читал через две улицы оттен торгуют фламандские купцы они очень заинтересовались моей шерстью и с удовольствием подтвердят вам ее качество кто угодно может попросить своих друзей солгать в таком случае пусть люди оценят мы продадим шерсть на дневных торгах так мы точно получим справедливую цену нет подождите возможно мы сможем договориться мой господин не хотел бы чтобы я ушел отсюда с пустыми руками ролевое окривляние голосами требует от меня какого-никакого желания типа читать здесь немножечко это хромает потому что часто субтитры слишком длинные я не всегда успевает прочесть и иногда фоновая английская озвучка перебивает вчера я вообще полупьяная стримил я там постоянно заговаривалась и думала что меня именно поэтому не смотрят потому что я хуёво читаю хуёво выгляжу и тупая вот не знаю бухла стрим да не я вчера просто литр пива выпила и все и немножечко уставшая типа подрубила поздновато типа я не знаю я никогда не задумывалась о том чтобы нам именно крик являться голосами она как-то непроизвольно максимум чем могу это интонацию менять но и когда слышишь прям голос какой-нибудь тут вот например мамаша хамли у него прямо такой вот глаз праздник на противный там типа прям сама напрашивается ну и главного злодея перси хамли тоже хочется гнусным противным голосом озвучивать вот бля сложный выбор пиздец соревноваться с иностранцами и знать ее нелегко они настойчиво их карманы глубокие сейчас довуёваюсь алиэна но если хотите испытать удачу нет подождите я беру шерсть хорошо я не хочу разорить вас мой господин может себе это позволить просто не хочет и у него тут еще характер черт возьми а вы безжалостный я прав рада была иметь с вами дело денег достаточно чтобы разрешить наши проблемы деньги мы к чему мы и мы еще помимо того чтобы дать бабки приору должны дать бабки нашему братцу ричарду который сейчас служит рыцарем у короля и он говорил что ему нужны новые шмотки ну типа блять щит там латы кираса вот эта вот хуйта мешочек на сердце похож по моему он похож на мошонку тебе так не кажется следующий раз боюсь он купит у кого-нибудь другого хороший торговец всегда старается заключить сделку которая кажется выгодной обеим сторонам запомни это не надо было упрямиться нам не нужны такие покупатели как он и мы получили свои деньги да я тебе очень признательна еще одно можешь найти для меня любовные легия овидия в следующий раз когда отправишься в винчестер эта книга такая я спрошу брата табальда его книжная коллекция куда более обширно чем одобрила бы церковь значит именно у него и стоит спросить спасибо не за что а книгу мы ищем для джека с которым мы типа мутим вот вот она меня накричала что я типа ну покупателя у вас пугнула он дайте деньги филиппу и ричардом да они уже мутят но тайком ну то есть никто кроме них не знает с альфредом нет альфред ее клеит а я могу сразу так сделали столько же сколько ричарда пля опять сложно типа нужды монастыря наверняка важнее чем наш брат но мышь типа семья там вся хуйня столько же сколько ричарда да и вот спасибо этого должно хватить чтобы удержать рабочих пока я не устраню разногласия с перси хамли правда том сказал что без камня и древесины нам придется остановить строительство через месяц вы должны поговорить с графом а мне все еще нужно отдать ричарду его деньги а потом я вернусь и буду ждать с вами судя потому что я вижу мне еще долго здесь стоять деньги еще остались но они не мои а это можно растронжирить бабки у например на то чтобы дать бабок попрошайки на то чтобы помочь девчули до которая мясо там по им продает где блядский ричард подожди нет попрошайки мы не поможем деньги не мои рынок дорога портал трактиров охот я не знаю по моему нет мы показ не разговаривали с ним раской пинчушку ставился в огонь сильнее поглощен своими мыслями чем обычно нет времени разбираться с пьяницами корчмарь получит корчмарь прибыль с каждой продаваемой кружки корчмарь корчмарь надеюсь мне не придется носить щит нужно отдать деньги моему рыцарю корчмарь трактирщик корчмарь понял корчмарь как торговля так себя корчмарь но по крайней мере у вас есть постоянные покупатели даже в тяжелые времена людям нужна выпивка граф ширинга ввел новые законы и налоги так что для нас наступили очень тяжелые времена поющие посетители ни одна дельная мысль не приободрит меня пока мой живот пусть слышишь давай еще у тебя не было отдельных мыслей весь день может я буду следующим графом это ужасно а это я кстати тихий посетитель я не испытываю жажда зря только для постояльцев вот тут тут сидит алонсо а вот и вот и ричард наш врательник он шрамик беленький уже заживший есть какие-то известия об армии моцера лонса роберт гластер привел приведет анжуйцев говорят у них тысячи человек но стефан приведет еще больше и мы будем с ним на острие атаки если у если у роберта глостера хорошо обученные люди которые будут за него сражаться проклятие если бы мы знали так или иначе а славная победа будет нашей 5 лет слышал вам предстоит встретиться с армией королевы моцер саймонт нам предстоит сразиться на прекрасных землях прославленного замка линкольн не говори так она подумает что мы отправляемся туда влюбоваться пейзажем только не слишком отвлекайтесь на красоты сэр саймонт поскольку вас там не будет я надеюсь не удастся сосредоточиться на том чтобы направлять свои удары у врагов миледи нихуясь он альфа и смотри как смотрит а ты смотри опять звуки рта сегодня мы отправляемся в линкольн выпивка за мой счет корчмарь еще по одной всем ричард вы лучший правильно сэр ричард чушь мы же все братья да сказано же сэр ричард я думала что деньги тебе были нужны на новые доспехи о еще как нужны рыцарь настолько хорош насколько хорошо его снаряжение ты видела меч алонсо когда у других рыцарей столь хорошее снаряжение как я могу сражаться ревом с королем стефаном будучи снаряжен хуже них а плохая броня возможно будет стоить ему жизни для лучших все самое лучшее нужно более ответственно распоряжаться нашими деньками я трачу их на поддержание своей репутации что может быть более ответственным чем это деньги уходят на покупку вина для других людей некоторые из них даже знакомыми не являются рыцарство это не только сражение алле это образ жизни мы сражаемся вместе мы пьем вместе и мы умираем вместе да точно вместе спускаемся в ад и вместе возвращаемся алонсо из твоих уст это звучит так словно что то плохое возможно было бы можно тратить наши деньги немного разумнее ты хочешь чтобы графом ширинга стал вилем хамли или я что это за вопрос такой он все равно мудила если нам повезет он никогда не вернется со святой земли он уже вернулся что мы наткнулись на людей роберта глостера сначала я не был уверен что это он на нем был плащ крестоносца нет не надо жальтесь прошу вас пожалуйста ради бога извините затем король стефан возвал к нему вильям хамли идем со мной мы выступаем почему ты не сказал мне не хотел тебя расстраивать ты что это касается не только тебя или меня али позволить отцу этого монстра оставаться графом это не только предательство памяти нашего отца это значит что мы предадим всех уильям мясник мерзкий ублюдок без чести следите за языком вы говорите о сыне графа ширинга это я сын графа сэр ричард ваш отец выступил против нашего короля и потерял право на свой титул и земли вы не наследуете титул во всяком случае пока что ты только что сказал успокойтесь ах ты вероломный изменник успокойтесь вы что хотите поубивать друг друга и тем самым помочь врагу обвинить меня в измене вашего самого преданного бойца я или уильям выбирай чертова сторону алонсо из толеда ну же выбирай может и смогу очевидно не представляет как можно решить конфликт без драки и хули может сначала мы денег дать я собрала наши деньги ричард отлично по крайней мере есть один человек на которого могу положиться моя сестра поверить не могу простите но я не могу отпустить вас на войну когда вот округаетесь я просил твоих денег а не совета бля-бля-бля и хуля а кружка тут зачем я не покупала зря часто они так ругаются они оба те еще гордятся дайте несколько дней им надоест у них нет столько времени но яру ручку в кастовало в господарь вражал на него не сработало типа она начала зала типа может на речено видишь не представляет как можно заряжить конфликт без драки и ничего не происходит на что-то придумать Хочешь с тобой move, нажму, сын блядина Бля, как мне их угомонить Я вот тоже думаю Тут типа есть другие чуваки Ты вообще работаешь? Страф спалил мельницу старика Нет мельницы, нет работы Следовать, да Ну типа нихуя не делать Рэдклик за героем или за союзным крипом И ты просто бежишь как собачка на поводке Нет причин их беспокоить Может пьяница нам поможет? Нет, пьяница нам тоже не поможет Почки, щит Оставлю поле боя рыцаря Из каждой новой кружки его постояльца согласна платить все больше и больше В чем ваш секрет успеха? Ну я имею ввиду управление трактиром Люди готовы отдать последнюю рубашку ради того, чтобы забыться Особенно, когда вокруг происходит много того, чего им хочется забыть Ну я могу, наверное, съебаться отсюда и поискать что-то еще, да? Поверить мне Мне до сих пор, типа Трактирщик никто Может еще раз попробовать другая? Может фраза будет? Так Фраза та же самая Просила денег для совета Можно съебаться из трактира И потом сюда вернуться Потому что, мне кажется, здесь чего-то не хватает У меня есть нож Я могу ножом кого-нибудь пырнуть Но мне кажется, это не самая хорошая идея А, ты имеешь ввиду вот так? Слушай, точно Я почему-то про это не подумала Как бы вы прекратили ссору вроде той, что происходит вон там? У каждого есть свой собственный способ справляться с агрессией Еда, азартные игры или успокоение в объятиях шлюхи К счастью для меня, большинство ограничивается выпивкой Сомневаюсь, что это тут поможет Не говорите это так громко Попробуйте Пресный хлеб, пропитанный темным соусом Простой, но очень вкусный Что, мне хлеба шаком дать? На мизинчиках можно еще помириться Мирись, мирись, мирись и больше не дерись А если будешь драться, я буду кусаться А кому из них хлеб предлагать? На пицце и подраться с девицей? Плюнуть в ладошку? В смысле, а что это такое? Договор с виной? Не, у нас с тёлками не было такой хуйни У нас на крови глядвы были Ну как у нас, у Оли со Светой А со мной на крови никто не хотел клясться, видимо Потому что я Токсичная У меня нет спиды, если чё Может, всё дело в голоде? Ты серьёзно? Ну, простите Клялись на что? Ну, не знаю, типа, крепкая Ну, за дружбу Они пьяные были, типа А я здесь сидела и Общалась с ребятами Но это давно было Я тогда не пила И меня очень сильно бесило, что они сидят и пьют у меня Вот Можно с другими чуваками поговорить? Может, тоже Сейчас соберём какой-нибудь Гамбургер из хлебушка Сомневаюсь, что это положит конец их ссоря А может, пьяница? А может, тихий посетителя? Не поможет Сомневаюсь, что тоже положит Понял Всех растащила Редко общаемся Но, тем не менее, всё равно Мы считаем друг друга, ну, друзьями На днях рождениях пересекаемся И видимся мы чаще, чем раз в год Не только на ДР Типа, главное просто затаймить момент Когда у кого-то будет желание встретиться И чтобы у другого не было работы Но я-то, типа, не работаю Я всегда свободна Может, ещё раз что-нибудь подскажет? Хлеб по прошайке? Да, но... А что, думаешь, он нам что-нибудь подскажет? Я могу хлеб баллонс ещё предложить Это мне дал тратишник И не хочу вредить его дело Раздавай еду бесплатно Пошли по прошайку Так, если хочешь, покормим Пошли, пошли Добрая душа Хочешь чего-нибудь поесть? Должно быть, он всё-таки не голоден Ну, это типичные попрошайки Которые такие Не, еды, еды нам не надо Дай нам бабок Мы за боярой пойдём А, девочка голодная была Го, девочку покормим Не хочешь чего-нибудь перекусить? Я соглашаюсь брать еду только у Мэг Она торговка Та еда, которой остальные в меня швыряются Гнилая Но её еда хорошая Мэг одна из моих лучших подруг Правда? Тогда я согласна Я так голодна Шлюхой? А с кем ебаться-то? С братом или с тем блондинщиком Или с Алонсом? А, бля, надо с ней поговорить Бля, бля, бля Надо вернуться И поговорить ещё, наверное Нос заложила, пизда Может, подскажешь мне что-нибудь? Как бы ты остановила драку? Если бы поняла, что у меня неприятности Сбежала бы О, но обычно эти люди дрожат Так что бегство не помогло бы Тогда нужно усадить их за игру В которой определить, кто прав О, отличная идея Может, игра отвлечёт их от дальнейших ссор А как я? Типа, просто скажу, играйте Как думаете, во что будут играть в рыцаря? В камень, ножницы, бумага? У вас есть игры? Настольным играм не место на поле боя Ты просто боишься сломать их Чё, охуели, блядь? Мне игру теперь искать? Понял, та же самая фраза Рыцарские игры Гачи из Мэнли, как говорится, да? Мне это не нужно Отвлекаться от всяких вещей Я думала, там будет та же Будет тот же диалог В итоге прокликала пару фраз Но надеюсь, мы ничего не упустили Ну, бля, это в современных барах Есть всякие настолки Вряд ли у него есть что-то, да? Нет ли у вас каких-нибудь игр Или иного развлечения? Только такие, чтобы покупатели Задерживались здесь подольше Могу предложить кости Охуеть Даже тогда уже были Я не в настроении играть в азартные игры Леди Алиена Ты всегда не в настроении развлечься Игры на удачу Бесполезная трата времени Да что ж вы за уёбки-то какие, а, блядь? Мечна бабам всё решать Так, кузнец Купцы, монахи, хлеб А что, если бы я продавцу хлеба Дала хлеб? То чё бы, блядь, было? Проход И чё, допустим? Куда мы? На другую часть города переместимся? А-а-а Интересно Аллея Дорога Бля, а как вот это? Собор Святого Георга Нет никаких дел Сейчас посмотрю ещё возможные варианты И потом уже будем исходить Из того, что мы имеем И чё? Улица? Иди А-а-а Она тут круг наворачивает Понял Улица, дорога Ворота Да не будем мы главу ребутать Не та игра, о которой говорила та девушка Игра с купцами Монахи Продавец хлеба Кузнец Блядь До всех доебусь Потом буду думать У вас есть с собой игры? У нас есть с собой французские шашки О, можно я доложу? Если вернётся до наступления ночи То, конечно Верну Французские шашки Настольная игра Мы с Ричардом любили в них играть Шашки Это ж не азартная игра, да? Ну, типа Ни кости Ни бабки Ничего А теперь сразитесь, как должны сражаться настоящие рыцаря С помощью битвы умов На СФ-чиках Играть в настольную игру? Ну, не знаю Ты просто испугался, что я выиграю Хм, давай начнём Так, начнём-ка мы не спеша Бля, мне не похуй Хороший выбор Генерал, легко уступающий гневу Будет посылать свои войска на верную смерть Совершенно верно, Алле Сначала я сосредоточусь на защите Посмотрим, чем ответит Алонсо Отлично сыграно Классическое начало А теперь самое время атаковать Продолжать медленно А мы точно сейчас в шашки играем? Подождите А что значит испанская партия? Бля, я не хочу во всём с братом соглашаться Идёт защита пешек конями В смысле конями Так Это шашки Здесь не должно быть коней Только А, это ты про шахматы говоришь Понял Иногда победу приносит численный перевес Но иногда её может принести Единственный солдат в нужном месте, да? Да И я играю, чтобы победить И вот я на полном скаку Мчусь к победе Ещё проебёт Вот и конец доски Какой проход У меня король Разве можно называть это королём? В Испании мы называем эту фигуру королевой Она довольно сильна и действует по-своему Ну ладно, пусть будет королева Теперь я смогу зачистить чудо-ску с её помощью Не, не надо спешить Величайшее искусство войны Победить врага, не сражаясь Чепуха какая Я должен воспользоваться преимуществом Теперь на моей стороне королева Пора выплеснуть ярость Он мне не послушался Когда монарх заявил свои права Исход игры практически предрешён Я мог бы сражаться до последнего Но хороший командир может видеть наперёд И я вижу, что игра проиграна Я признаю поражение О, ты закончил ещё до того, как всё началось Даже летописец затруднился бы описать это в героическом эпосе Всё дело в стратегии, а не в показухе И похоже, Леди Алиена превосходный советник и стратег Да-да я В паре вы работали просто превосходно Он никогда не делает таких комплиментов Он тактик, и я верю, что его инстинкт и опыт укажут ему верный путь Но вы, как я слышал, превосходные дипломаты в делах тоже не промах В отлично дополняете друг друга Полагаю, ты прав Если вы достаточно мудры, чтобы в таких вопросах доверять мнению этой королевы, друг мой Вы вдвоём действительно сможете забрать графство обратно Думаешь, у нас получится? Значит, я могу рассчитывать на твою преданность? Можете Еее Конечно, мы же братья по оружию Хорошо, вас ждёт важная битва Я принесу деньги Надо будет вернуть шашки монахам Кстати, на удивление, у монахов шашки оказались Никогда бы не подумала Вот Ачивка командный игрок Наконец-то В смысле, спасибо, Аля Этого хватит на приличное снаряжение Ничего исключительного, но сойдёт Просто пообещай мне, что будешь осторожен Я выучил несколько трюков Со мной всё будет хорошо Неужели вам обязательно сражаться? Чем это поможет? За отца, Аля Я спасу Ширинк от Перси Хамли А кто спасёт тебя? С такими людьми боюсь Меня уже поздно спасать За победу! За победу! За победу! Понятно Что ж, желаю тебе удачи Я буду на рынке с Филиппом И заработаешь ещё больше денег, надеюсь Я сейчас боялась, что меня перекинят на рынок Там будет катсценка И придётся играть за Филиппа И я не смогу вернуть доску Но Обошлось Повидало достаточно горя А как выйти-то отсюда? А, всё, работает Да неправда Не три разных человека Первые две фразы точно были одинаковые А на третьей нужно было прокашляться Потому что, ну, типа Курю вся хуйня И получилось немножечко хрипящее такое Так что ты меня Ты льстишь мне Вот Вы оказали мне большую услугу Рады это слышать Спасибо, что вернули Во время странствий мы частенько проводим так время Пытаясь обыграть друг друга Так Чё, обошли всё, что могли, да? Со всеми попиздели Диулю накормили А что это там такое? Подожди Дворец епископа Отдалённые каменные сооружения Замок епископа То немногое, что успел построить Волерон Филипп говорил мне о его планах А если бы мы тогда не довоёвывались по поводу постройки Значит ли это, что Тут был бы построенный замок, нет? Мне кажется, нет Покинуть ширинг Дворец епископа Джек захотел бы подойти поближе, чтобы рассмотреть Любопытство иногда превыше здравого смысла Я могу, типа, съебаться из ширинга Но мне нужно к Филиппу прийти Пошли на рынок тогда Вы разобрались со своими делами? Всё сделали, да? Бля, с попрошайкой надо разобраться, да? Нет Покажу по кругу Можете подождать вместе со мной, если хотите Я покушала? Нет, я девочку накормила Чё ему надо-то, блядь? Могу нож ему дать Пошли с Мэг поговорим Ваша шерсть может и превосходного качества Но это недостаточно веская причина, чтобы приходить на этот рынок Бля, мы заруинили всё Точно больше не вернусь сюда Сука Не надо было выёбываться в прошлый раз Надо было по... По чести всё делать Я сегодня два куска пиццы старой съела И всё, типа Мне нормально Блин, могу что-нибудь придумать, интересно С этим, с бедолагой-то Я уйду без Филиппа Энергетики? Я не беру энергетики, сейчас У меня типа кола С продавцом хлеба, но мы с ним говорили Он сказал Похоже, всё боятся шерифа Юстаса Я раньше слышала, что он просто толстый и ленивый человек Не его, графа Вчера он убил моего друга за помол без разрешения Похоронил его под развалинами мельницы Что? У нас нету штучки, которой можно было бы интерактивить Задание с бездомным, нет Возможно, ему денег можно было только дать и всё Разве вы не должны делать свежий хлеб? Если бы я мог себе это позволить В наши дни, если доставляете зерно из-за пределов города Нужно платить налоги Мельница моего друга была просто подарком судьбы Иногда он даже позволял использовать её бесплатно За что они его и убили А пользоваться мельницами графа здесь, в городе Я не могу себе позволить О чём граф думает? Зачем он мешает торговле в городе? Не знаю Здесь у нас лучше не задавать лишних вопросов Всё, больше не поговорить, да? Как проходит ваше странствие? Всегда движемся вперёд Хотя иногда и назад Из-за моей ноги Удачи в вашем странстве Да благословит тебя Господь, добрая женщина Благослови Возможно, мне стоит начать рисовать И о чём был бы ваш первый шедевр? Я подумаю о фруктах и декоративных объектов Расставленных на роскошной скатерти По крайней мере, можно было бы не торопиться Фрукты не так быстро гниют Может, я даже смог бы продавать свои рисунки на рынках? Вы ещё ни одного не нарисовали, но уже думаете о том, как их продавать? Можно всё выслушать? Город раньше был куда оживлённее Это потому, что граф и его шериф Наконец-то вмешались и избавились от всех воров и жуликов Надеюсь, вы не растягиваете шерсть перед тем, как ткать из неё Я бы никогда не стала обманывать своих покупателей Отлично, значит, у вас, как и у меня Не будет никаких проблем здесь, в шеринге Я бы не была в этом столь уверена Сколько вам кольчуж на рубаху? Шесть фунтов? За простую кольчугу? Мне же нужно как-то комментировать эти налоги Вы такая добрая Как вы можете позволить себе оттать незнакомой девочке целомать хлеба? Я занимаюсь торговлей О, а когда я вырасту, то иду из шеринга и тоже заработаю много денег Так что, когда я вернусь, тётушке больше не придётся беспокоиться из-за плохих людей, требующих деньги Плохих людей? Очень плохих людей Ты не думаешь, что тебе пора отнести это мясо владельцу? Да, пора Просто нужно немного передохнуть и перевести дыхание Почти воду хуя, да И, типа, действительно ничего не происходит Я не знаю, чем я могла помочь бездомному, кроме как дать ему денег Потому что есть он не захотел Могу нож ему предложить, Вол Бедняга, апатичен, напоминает отца Читали уже Не хочет она его резать Не хочет резать Он так порофлить, ну не знаю На прилавке с тканью не было тоже интерактива, да? Здесь не для того, чтобы что-то покупать Бля, меня вот эта вот хуйня теперь расстраивает То, что я того чела от нас отпугнула, да выёбывалась Нет, он сам довёл себя до иступления Так у меня же даже нет хлеба, о чём ты Вы закончили, да? Рад слышать Майки просёнок Филипп, теперь я понимаю, почему на нашем рынке В Киндзридже больше посетителей в последнее время Шаренг не такой, как раньше Чрезмерные налоги и жёсткие законы оказали своё негативное влияние на город Правда? Эти торговцы что угодно отдали бы за возможность торговать на другой ярмарке шерсти Но поблизости ни одной нет Им нужно место, где будут справедливые налоги Такое место, в котором налоги пойдут на благое дело Ты думаешь открыть ярмарку шерсти в Киндзридже? Позовите монаха и женщину, что с ним Ты, нетерпеливый монах Твоя очередь, и девчонки Моя? Вы хотите, чтобы я пошла с вами? Нет Мы не первые в очереди, не так ли? Значит, вам повезло Проходите уже Не, я только из-за чего переживаю Филипп из Гвинеда, приор Киндзриджа Филипп Граф Ширинга Спасибо за то, что согласились выслушать меня, граф Перси Позвольте представить, Алиана из Киндзриджа Я знал, что это ты Он хрюкал, не я Не похоже, чтобы ты по мне скучала Я требую предоставить мне возможность поговорить с графом Ширинга Он нарушил свое слово Вы говорите с графом Ширинга на данный момент Епископ Уолерон? Враги графства сумели добраться до Перси Хамлия Матушка Вы являетесь другом графства Ширинга, Филипп? Другом? Этот чертов монах всю кровь выпил из моего графства И нам проклинать их, лорд Уильям Но осудить их мы должны То, что ты делаешь по отношению к людям Ширинга, непростительно Твоему отцу следовало бы научить тебя уважению Ты такая же воровка, как и этот монах А я не так терпим к ворам, как мой отец Ширинг изменится И какие же преступления мы совершили? Король никогда не давал согласия на открытие рынка в Кингсбридже Ваш рынок незаконен, Филипп Вы крадете мои налоги, позволяя людям торговать в вашем жалком монастыре И вы не уважаете мою власть Это правда, Филипп? Я поговорю об этом с королем Ты, твои друзья и твой брат всегда играли по собственным правилам Больше этого не будет Франсис? Где мой брат? Он получил по заслугам Где он? Ответьте! Кость за кость Глаз за глаз Зуб за зуб Дни Кингсбриджского собора сочтены И теперь оставьте меня В следующий раз я не проявлю милосердия Оказала поддержку Вдохновила девочку на побегушках Разрешила торговый конфликт в собственной выгоде Оказалась его мялым торговцем Разделила деньги поровну Мы отличная команда с братом Вернула настольную игру монахам Помогла Филю позаранее заплатить работникам Уоллерон и Вильям новый граф объявили рынок Филиппа незаконным И некогда вы решили не лгать А теперь Уоллерон убрал Фрэнсиса Вот, кстати, да Я говорила про Фрэнсису и Пискупу И теперь его тудунь А думаешь, оно было бы записано здесь, да? Я думала, сюда Может просто ничего не записаться Ну, Фрэнсис мог выжить, да? Как я поняла Я так и знала, что не надо было правду говорить про Фрэнсиса Сама виновата Ну да ладно, тут очивок дохуя Можно будет потом перепройти когда-нибудь По фасту, без всяких квестов И без чтения вслух Вы не помогли бомжу Я допускал, что пока рынок не выходит за пределы монастырских стен А налоги тратятся на строительство собора Кимгрюжу не нужно специальное разрешение на работу рынка Я совершил ужасную ошибку Теперь у меня нет выхода Я должен вызвать о помощи королю Стефану По предложению Алиэна я присоединился к отряду рыцарей, держащих путь на север Сейчас автосейф будет И да, пойду отдыхать В скобках играть в Тесс Онлайн Сейчас мы пробежимся Прямо когда начнется уже Оценка И вовть пора будет Сегодня подольше, часов 6 где-то вышло Да, я Тесс Онлайн начала играть Без стрима, потому что мне кажется, что это будет неинтересно И никто не будет заебывать меня И давать ебаные советы о том, что я делаю все неплохо Я просто сижу, читаю каждую книжку Читаю все квесты И просто отдыхаю Не знаю Я просто подумала, что это будет неинтересно Ну и типа я после стрима это запускаю И под утро ты уже спать будешь Ну можно будет подрубить попозже, когда разберусь Кто знает, да К нам присоединяло все больше и больше людей У большинства из них не было коней, да и достойного оружия тоже Готовясь к решающей битве против Роберта Гластерского Король Стефан призвал всех способных держать оружие людей Своя игра в стути и сражаться на севере И вот вечером наша группа достигла большого лагеря армии Стефана Лечь спать и пройти через лагерь Отдохнуть, наверное, нужно, да Они все уставшие Или Не знаю, важно это или нет В конце долгого первого пути дня в Линкольн я нашел место для отдыха Вскоре я заснул и мне снились солдаты Но эти солдаты не направлялись в Линкольн Они поднимались по извилистой тропе на холм к нашей хижине на севере Уэльса Мы с моим братом Фрэнсисом пытались обогнать их и предупредить родителей Но, как и всегда, в этом сне мы не успевали Люди короля Генриха убивали маму и папу Приходил аббат Петр забрать нас так же, как это и правда произошло, теперь уже так давно Но в этот раз в моем снегу и что было иначе Мне тогда было шесть лет, и аббат Петр еще не рассказал нам о Боге Но я все равно задавал монаху вопрос Почему Бог сделал это? А потом я услышал голос, отвечающий на вопрос Мой брат Фрэнсис лежал на земле Мне отвечал епископ Уолерон, и это он взял меня за руку, чтобы успокоить меня И тогда я заметил, что руки его были в крови Я резко проснулся, у меня были очень нехорошие предчувствия насчет Фрэнсиса Я говорил себе, что не должен был соглашаться с его просьбой пойти к епископу Уолерону Я давно не получал от брата известия После замечания, которое обронил Уолерон накануне, я был уверен, что епископ приложил руку к его исчезновению И что я никогда больше не увижу брата А можно... А, то есть это вот такой вариативный, да? Можно было через лагерь пройти Казалось, прошла целая вечность до того, как зашло солнце, и мы продолжили наш путь в Линкольн В дороге я вспомнил, что слышал, будто епископ Уолерон поплывал в Риме, а Уильям сражался в Святой Земле Я сказал себе, что король Стефан в конце концов увидит, что это за люди на самом деле Должен увидеть И всю дорогу я пытался убедить себя, что Бог исправит всякую несправедливость О, да, я тоже, кстати, смотрела недавно какой-то Сирик И поняла, что уже часто встречала, когда в каких-нибудь художественных произведениях, фильмах, сериалах заходит речь о вере Многие монахи прям себя специальными плетками хуячат Или в игре в какой-то мы натыкались на плетку По-моему, в Плактейл такая тема была Вот, да Тоже в стволпах же была такая штуковина Это ж рогалик В рогалик именно этот не играла Ты опоздал Все сделано? Да, ваше Преосвященство Их строитель, он мертв А что со святым? Я не смог пробраться в крипту незамеченном Ты снова разочаровываешь меня, Тимоти Простите, ваше Преосвященство, но разве я вас уже разочаровывал? Риган Хамли жива Она не... Нет Твой яд лишь погрузил ее в глубокий сон Когда придет время, я пошлю нашего графа Ширинга закончить то, чего я хотела от тебя Кингсбридж падет Флагелланды приверженцы теории, что чем более ты жесток своим телом, то больше тела наградит бог Происходит это где мученичество Ага Чем-то они мне знакомы Что страдания окупиться должны, но не перед богом, конечно Поспешите, друг мой Разве вы не хотите поскорее увидеть нашего короля? Боюсь, что я должен Тогда не будем терять время Пойдемте, Филипп Должен попросить у короля Стефана разрешение на открытие рынка, я должен Так, как и обещала Короче, Мефодий, мы еще... Тебя не было вчера? Че вчера было? Вот этот Тимоти, он попытался убить Тома-строителя Уронив на него на доске груду камней при строительстве У него это не получилось И мы Джеком за ним проследили Когда он убегал из города И мамаша наша, Эллен, она типа поймала этого монаха, когда он споткнулся Она орала на него и отпустила Вот, по поводу Тимоти Ну, мы в курсе, да Мне еще дали ачивку там, типа... Детектив, че такое В общем, как обычно Как обычно Спасибо большое за внимание Спасибо, что приходите Как обычно, до скорых встреч Увидимся завтра в то же время 10-11-12 по Москве Наверное, Дота, наверное, Пиларсе Ведите себя хорошо Не скучайте, не грустите Не переживайте из-за хуйни Хуйня временна А если и не временна, то С ней надо справляться И самое главное Не будьте как я До скорых встреч До свидос! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!